Этот матч проходил при заполненных до отказа трибунах. Билеты на игру, где брещане заочно оформили чемпионство, раскупили за пару часов. Многотысячная аудитория зрителей и болельщиков верила в победу, и это свершилось. Динамо Брест – чемпион. За последние 13 лет в Беларуси впервые сменился футбольный лидер. Яркая победа – яркие эмоции. Завоеванием золотых медалей Динамо Бреста поздравил мэр Бреста Александр Рогачук. Все проходило в городском исполкоме. Градоначальник наградил руководство, сотрудников и игроков команды юбилейной медалью «Тысячелетие Бреста», которая была выпущена в ограниченном количестве. Самые теплые слова и самые громкие овации звучали в адрес тех, кто воплотил в жизнь выражение «Играем за Брест». Настроение этой встречи передается, кажется, даже через экран. Город Брест станет еще более узнаваемым, в том числе благодаря данной спортивной победе. Сейчас очень важный фактор – это продвижение города в контексте его привлекательности для инвестиций, для туризма. И спорт здесь, как драйвер этого продвижения, очень мощный фактор. Поэтому сегодняшние награды, которые мы вручили нашим замечательным спортсменам – это не аванс, это уже оценка их реального вклада в продвижение города Бреста. Впереди много задач. Очень надеюсь, что на этом хорошем фоне мы приступим совместно к реализации инвестиционного проекта по строительству крупнейшего футбольного стадиона. Мы готовы идти на любые компромиссы, мы готовы идти на любые формы взаимодействия, но чтобы этот стадион был в нашем городе. Он позволит здесь проводить не только матчи наших местных команд, а привлекать сюда другие команды для проведения соответствующих матчей и тренировочного процесса. Это рабочие места, это опять же узнаваемость города. Футболисты, кажется, готовы выйти на поле в любой момент, со скамейки запасных, с травмами, но достаточно сдержанно и скромно чемпионы ведут себя на церемонии. Несмотря на крупные контракты и золотые медали, они остаются простыми парнями. Футбольная работа сама предполагает и ответственность, прежде всего, не только перед собой, но и перед людьми города. Все-таки главный показатель того, что команда выступила успешно, то, что люди на улицах подходят, благодаря за проделанную работу, для нас это лучшая награда. Есть только одно место, это первое, остальное все не имеет никакого значения, поэтому мы всегда играем только на победу. Самым сложным было, наверное, оставаться внутри коллектива, сохранять это единство и веру в то, что сможем добиться поставленной цели. Все-таки, когда идет череда побед, все-таки эмоции немножко притупляются и можно как-то расхолаживаться. Поэтому наш тренерский штаб, наши менеджеры не давали нам расслабиться и двигались только вперед. Трудолюбие, коллектив, именно дружный коллектив, который может решать очень хорошие задачи. В этом сезоне это показало, потому что были такие тяжелые моменты иногда, но мы собирались и добывали победу, старались, это верили. Капитан команды Павел Нехайчик и один из самых ярких и эпатажных игроков Артем Милевский вручили мэру ответный подарок – футбольный мяч. Давайте так, вы будете показывать пример, как играть, а мы тут показываем пример, как пить. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук с футболистами на одной волне. Он посещал матч и внимательно следил за результатами команды. А еще городоначальник настолько проникся футболом, что уже сегодня принято решение в новогодние праздники украсить главную городскую елку бело-голубым футбольным мячом. Такое креативное оформление еще раз напомнит брещанам о громкой победе динамовцев. Постарались в этом году привезти новую IT-елку. И так, чтобы елка была и интересно, и интерактивно, и, конечно, в рабочем формате нашего уважения к футболу родилась такая смелая мысль. Возможно, она входит в какое-то противоречие с какими-то рождественскими канонами. Но я думаю, что наши уважаемые священнослужители поймут нам в эту такую маленькую вольность, если футбольный мяч будет украшать нашу елку, зато мы будем единственными в мире. Вот так Брест отблагодарил футболистов за яркую победу, волю, упорство и выдающиеся результаты. Именно команда с берегов Буга выступит в следующем году в Лиге чемпионов. Декабрь – это отпуск, а потом начинается, по сути, уже подготовка к следующему сезону. То есть чемпионство в любом случае не конечная наша цель, а промежуточная. Лига чемпионов, различные турниры, поэтому много работы.